Вот я начну ответ свой чуть-чуть издалека. Я была ведущей программы «Отдых» и поездила по Подмосковью. Объясню, почему. Говорю. Недавно выбор отпуска на майские праздники – это был ответ санкциям «Мы поехали в Сочи с мужем». Я была шокирована и теми предлагаемыми условиями и в Подмосковье, и в Сочи, где это высший уровень сервиса. И я спрашивала отельеров, рестораторов, говорю, слушайте, а как это вам пришло в голову вот так вот построить, вот так вот организовать бизнес, и вот так вот сделать ресторан, и вот то-то-то. Она говорит, слушайте, мы объехали весь мир. И когда мы решили, что все-таки бизнес мы будем делать у себя в стране, ну даже представить себе невозможно, что мы должны заранее делать почему-то его хуже. Это тут уже честь и достоинство, это мое, это я делаю для своих здесь. И вот когда Крым, да он и не уходил никуда от России, на самом деле, никогда не уходил, сейчас просто вернулось все на круги своя. Все тайное становится явным и побеждает. Это истина. Так вот, просто у них не было возможности. Туда приезжали люди, которые не могли за более дорогие ценники брать себе сервис. И под них так это... Они развиваться не могли, они получали маленькие зарплатки. И это все было действительно так, ну топчанчик поставлю, за пять гривен там что-то сдам, и приедут, и я там проживу как-то себе. А вот сейчас, когда идут и такие вливания туда, и у людей расправились крылья, вот этот вот рубль, который подкреплен нефтью, газом, золотом, всеми богатствами нашей Родины, наших нетр и всего остального, а еще и идеология такой, как это так, гордость, мне кажется, что теперь вот этот вот новострой гостинично-ресторанный, он сейчас просто переживет бум. И я думаю, что не то, что туда будут ездить те, у кого, ну вот как-то денег не хватает, куда-то поехать в другое место, а будут ехать именно те, кто захочет действительно убедиться, что нам есть чем гордиться. Мало того, Крым огромный полуостров. Первое, что в нем очень качественное, то, что необходимо для вообще для всех слоев населения, от севера до дальнего востока, это теплое море, очень много пользы для здоровья, потому что туда, это ведь реликтовые сосны, реликтовый можжевельник, создающий микроклимат. Ты там дышишь и уже оздоравливаешься. Небудрено, что Антон Чехов проживал там, потому что там он продлевал свои годы. Там есть потрясающие здравницы и с грязями лечебными, и глина лечебная. Там какой потенциал медицинский и для деток, и для возрастной группы уже старшей населения. И специалисты там потрясающие. Поэтому не только туризмом, а еще оздоровительной. И, конечно же, исторический аспект Крыма будет привлекать не только российских туристов. Вы не представляете, сейчас я из Пекина только что приехала, так вот там говорят, что в этом году в Сочи 3 миллиона уже купленных Китаем путевок, а в Крым 5 миллионов китайцев, прилетят только китайцев в этом году в Крым. Они ничего не боятся. Они молодцы, они как мы. Они как русские. Они как русские. Субтитры сделал DimaTorzok